Екатерина Никонорова Но пришла в педагогику Екатерина не сразу. После окончания школы она поступила в Университет Лобачевского на факультет журналистики. А после возвращения в Саров устроилась в детскую библиотеку, в которой проработала 6 лет. Сама Екатерина говорит, что работа в библиотеке стала связующим мостиком с педагогической деятельностью. В библиотеке сотрудники проводили активную работу с ребятишками, организовывали занятия, мастерские и праздники, тесно общались с педагогами школ и детских садов. Там Екатерина Никонорова получила хороший опыт взаимодействия с детьми. А когда Екатерина сама стала мамой, то открыла для себя молодежный центр. Как такое некое пространство для саморазвития и себя как мамы, и своей семьи, и своего ребенка. Так как примерно с 2014-2015 года наша семья участвовала в активной жизни клуба молодежного центра «Семья». Это клуб для молодых семей. Здесь мы, в общем-то, участвовали тоже в огромном количестве конкурсов и представляли наш клуб «Семья» в Нижнем Новгороде. Ну, в общем, такое, наверное, плотное сотрудничество с молодежным центром было построено. И однажды здесь просто освободилось место социального педагога. И, придя на собеседование с директором, директор сразу же меня взяла. Ну, и, собственно, так вот и началась моя уже деятельность именно педагога. То есть были закончены соответствующие курсы, дополнительное образование было получено, педагогическое. И вот здесь я теперь работаю. С должности социального педагога я перешла полностью на должность методиста и руководителя отдела социальной адаптации. Активно участвуя в жизни молодежного центра, Екатерина хорошо знала и клуб «Лотос», и его участников. Когда место на должность руководителя клуба освободилось, наша героиня решила себя попробовать в совершенно новом деле – должности социального педагога. Жизненная цель Екатерины – сделать мир хотя бы немножечко счастливее и добрее. Этот потенциал педагог и реализует в клубе общения для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Лотос». Каждый человек – это индивидуальность. Делать акцент на особенностях, наверное, не всегда даже стоит, потому что у всех у нас разный характер, у всех разные цели. И иногда мы говорим, да, человек с ограниченными возможностями здоровья, но иногда эти люди достигают таких необъятных высот, что любой нормотипичный человек, наверное, даже бы и позавидовал. Естественно, в нашем городе сложность состоит в том, что есть, наверное, какой-то ярлык. Но хочется, чтобы все относились друг к другу на равных условиях, чтобы не было вообще никаких ярлыков. То есть мы собираемся, встречаемся, общаемся. Хочется, конечно, чтобы ребята развивались и открывали себя, какое-то свое направление в жизни, чего-то достигали, были успешными, счастливыми, самое главное. Страшно не было. Почему? Я объясню. Потому что многих ребят я знала на протяжении многих лет. Одну девочку я знала буквально с детского сада. То есть, ну, опять же, библиотека – такое связующее звено, как я уже говорила, такой, можно сказать, уже информационный центр. Потому что, ну, ушло, наверное, то клише, которое мы связывали, что библиотека – ты приходишь, там книги стоят, взял и пошел. Но на самом деле нет. Там очень тоже кипящая, бурлящая жизнь. И библиотека неоднократно становилась и давала информационные поводы в нашем городе. Поэтому большой поток людей проходил, и здесь появились какие-то знакомства. Даже вот ребята с нарушением слуха к нам приходили, начиная с детских садов. То есть мы организовывали, проводили какие-то беседы, занятия, каникулярные мероприятия. И все вот с этого пошло. То есть, когда я пришла в «Лотос», у меня уже были определенные знакомства. Даже среди родителей. Например, ребенка не знала, а мама знала уже много лет. В этом году клубу «Лотос» исполнилось 18 лет. Руководство города всегда помогает клубу организовывать мероприятия. Дает рекомендации и консультации. Екатерина с улыбкой говорит, что в Сарове больше добрых людей. Многие организации и частный бизнес предлагают «Лотосу» свою помощь и идеи для совместных занятий. Организовывают на безвозмездной основе мастерские и познавательные мероприятия для молодежи с ОВЗ. На протяжении двух лет «Лотос» сотрудничает с шеф-поваром Татьяной Расторгуевой, которая проводит для ребят кулинарные мастер-классы по приготовлению полезных блюд. Такие занятия вылились в полноценный проект «Инклюзивная кухня «Про вкус», который отправили на областной конкурс «Драйверы роста». Он получил грантовое финансирование. Молодые люди с ОВЗ научились не только готовить, но и получили полезные коммуникационные и бытовые навыки. Сейчас проект завершился, но сами занятия на этом не закончились. Еще участники клуба «Лотос» проходили профориентационный курс «Основы фотографии» в рамках проекта «Доступный город», где узнали фишки и секреты по созданию фото, изучили обработку, основы ретуши и светофотографии. И даже сами побывали в качестве моделей. Фотовыставка «Музыка наших сердец» получилась по инициативе фотографа Татьяны Акимовой. Она запечатлела участников клуба «Лотос» вместе с музыкальными инструментами. Молодежь с ОВЗ посещает и танцевальные уроки, учится актерскому мастерству, ставит театральные зарисовки. В прошлом году участники даже побывали на инклюзивном бале «Маскараде» в Арзамасе, где могли перенестись в атмосферу XIX века и почувствовать себя галантными джентльменами и элегантными дамами. Мы благодарны всем предпринимателям, всем горожанам, потому что просто горожане разных профессий к нам приходят из разных учреждений, из медколледжа, например, из детской библиотеки. Помогают проводить и организовывать какие-то мероприятия совместные. Это очень радует, что люди в свое нерабочее время приходят и хотят что-то светлое и доброе сделать. Помимо познавательных мероприятий, участники «Лотоса» любят заниматься арт-терапией, создавать что-то своими руками. Ребята уже некоторое время увлекаются мыловарением, используя формочки и краски. Такие мастерские помогают особенным людям поверить в свои силы, замотивироваться, понять свои возможности и сильные стороны, найти хобби или дело своей жизни. Екатерина Неконорова воспитывает ребят «Лотоса» на лучших образцах и вдохновляющих примерах. Мы часто и фильмы смотрим, такие вот. И я привожу, потому что сейчас достаточно много клубов в нашей стране, где ребята добиваются действительно чего-то важного в своей жизни. Кто-то выступает на сцене, кто-то снимается в кино, кто-то добивается каких-то достижений в спорте. Ну и надо сразу сказать про наших спортсменов с нарушением слуха. Например, у нас есть тренер, сейчас преподаватель, молодой тренер-преподаватель, Парамонов Артем Дмитриевич, который когда-то тоже начинал с «Лотоса». Он очень сильно увлекся спортом, особенно бадминтоном. Пришел он в молодежный центр где-то лет в 7. Занимался плаванием, бадминтоном, был участником клуба «Лотос». Затем он стал кандидатом в мастера спорта по бадминтону. Закончил университет имени Лобачевского и стал тренером-преподавателем здесь, в молодежном центре. То есть это вот человек прошел такой большой путь, путь из воспитанника стал тренером-преподавателем, несмотря на то, что у него нарушение слуха. То есть это вот такой пример. Вот пример. И здесь, конечно, колоссальные были вложения со стороны родителей. Я просто преклоняюсь перед этими людьми. Здесь сильный и стойкий характер. Человек захотел добиться, и он добился. У него и семья есть, и дочка недавно родилась в прошлом году. Поэтому мы вообще им очень сильно гордимся. В прошлом году Артем Парамонов и Екатерина Неконорова создали проект «Подбинтон. Спорт равных», который направлен на вовлечение в спорт семей и детей с нарушением слуха. Проект стал победителем всероссийского конкурса «Росмолодежь» и получил грантовые средства на реализацию. В молодежном центре Екатерина Неконорова проводят активную работу и с родителями особенных детей. В прошлом году запустили проект «Счастливая я» для мам особенных детей. Придумали проект с целью разгрузить женщин от постоянных домашних хлопот и обязанностей, чтобы мамы могли пообщаться между собой, провести досуг вне четырех стен дома и просто отдохнуть в женском сообществе. Мамам особенных детей, им, конечно, очень непросто, потому что работая с ними, я это понимаю. Некоторые из них, конечно же, они пытаются облегчить жизнь своему ребенку. Для этого им нужно постоянно где-то что-то добиваться, еще что-то искать, какие-то пути для реабилитации и так далее, обучения, развития. Это все сложно. И для того, чтобы разгрузить их как эмоционально, психологически, физически, был создан такой проект «Счастливая я». Организатором являлся молодежный центр. У нас было очень много партнеров, которые очень помогли сделать хоть чуточку, но некоторых мам счастливее. Сейчас будет продолжение этого проекта. Ну и есть уже идея о том, для того, чтобы уже в нашем городе создать клуб родителей особенного ребенка. Для чего это нужно сделать? Иногда, когда рождается ребенок, необычный ребенок, родители просто не знают, как себя вести, что делать, куда обратиться, куда бежать. Здесь, конечно, психологи сразу говорят, что есть несколько путей принятия своего ребенка таким, какой он есть. Непринятие, отрицание окружающего мира, когда родители просто закрываются в своей квартире и нет общения с внешним миром. Для того, чтобы просто внешний мир, он не сделал больно тому комочку радости, который пришел в твой дом. Вот, поэтому здесь подобного рода деятельность, она помогает как родителям, так и детям. И сейчас, конечно же, мы работу с родителями тоже проводим. В прошлом году в молодежном центре мы организовывали два семинара для родителей особенных детей, куда мы приглашали специалистов, которые с такими детками работают, для того, чтобы родители понимали, в каком направлении двигаться, задавали вопросы их интересующие, и так далее, и так далее. Но вот в этом плане работу мы будем продолжать. Как общаться нам с такими людьми с ОВЗ? Мягко, осторожно, находить какой-то особенный подход? Екатерина Неконорова говорит, что с ними надо общаться на равных условиях, так, как со своими друзьями, не делая акцент на их особенностях здоровья. Это помогает и самим ребятам. Так они социализируются, учатся общаться, повышают уверенность в себе. Я считаю, детей воспитывать, говорить им о том, что мы разные, но мы равные. Потому что есть люди разной комплекции, разный цвет волос, у них разный рост. Но это не говорит о том, что человек вот этот хороший, этот плохой. И вот только вот так, выстраивая диалог с ребенком с ранних-сранних лет, мы придем к стопроцентной толерантности, так скажем, в нашем обществе. Только так. Для того, чтобы не было никаких разграничений. Мы можем учиться в разных школах, мы можем учиться в разных институтах, мы можем, я не знаю, любить разные фильмы и так далее, но не делать при этом какие-то акценты на людях. Тогда это будет правильный путь. С 2006 года в Сарове проходит благотворительный марафон «Город единства непохожих», в который за несколько лет было вовлечено порядка 15 тысяч человек. Предпринимателей, руководителей, предприятий, волонтеров и горожан. Такой марафон предполагает сбор средств для людей с ОВЗ, для которых необходимо то или иное оборудование для занятий творчеством или спортом. Так талантливый участник «Лотоса», вокалист Виктор Новиков, получил аппаратуру для занятий пением. Также с помощью марафона «Город единства непохожих» издали литературно-поэтический сборник «Разные миры». В него вошли произведения, рассказы и стихотворения, ребят из клуба «Лотос» и творческого объединения «Литошка». В прошлом году марафон вышел в финал международной премии «Мы вместе» и на региональном этапе занял второе место. Такой был синтез творчества людей, как с ограниченными возможностями здоровья, так и без них. То есть творить в пространстве равных – это, в принципе, можно. Главное – самому захотеть, то есть любому человеку захотеть, вполне можно со всеми абсолютно дружить, сотрудничать, взаимодействовать. И проект, в принципе, на это направлен. Проект направлен на то, чтобы показать горожанам, что в нашем городе живет талантливая молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Это, опять же, развитие толерантного отношения общества к молодежи с ограниченными возможностями здоровья, потому что все зависит от того, как общество примет эту молодежь. Каждый из нас не может находиться в одном возрасте постоянно. Человек растет, у человека меняются приоритеты жизненные. И в зависимости от того, как это общество его примет и воспримет, и сложится его жизненный путь. То есть если общество воспринимает его как равного, у него всю жизнь просто сложится. Ну, стоит иногда человеку немножко помочь, подтолкнуть его, задать ему правильный вектор развития. Побывав в гостях на одной из встреч клуба «Лотос», мы познакомились с его участниками, поговорили, узнали, кто чем занимается и увлекается. Поразительно, что у людей с ограниченными возможностями здоровья совершенно неограниченные таланты и способности. Очень многие молодые люди из «Лотоса» занимаются различным рукоделием, а некоторые пишут прозу и стихотворение. Дмитрий Ананян начал сочинять свои первые рифмы в 13-14 лет. Заметив способности к литературному творчеству, мама Дмитрия отдала его в объединение «Летошка» Дворца детского творчества. Там молодой человек под руководством наставников все более оттачивал свой талант. Склонности к литературе у Дмитрия передались от его деда, Глана Ананяна, поэта, который был широко известен в московских кругах. Могу вот и любви писать, могу там про природе. Вот последнее мое стихотворение, которое я написал в прошлом году, оно было про нашу страну, про нашу родину, Россию. Вот как я ее люблю, как вот я, в общем-то, действительно являюсь ее патриотом. Вот я действительно, как сказать, люблю все русское, русскую культуру. Вдохновение бывает по-разному берется. Я его могу черпать в природе, вот всякие пейзажи. Например, вот, когда бываю, допустим, на даче, вот, летом или весною, я хожу в лес, фотографирую вот красивый пейзаж, там пруд, там, допустим, всякие березы, там, ну вот, бывает в поле иногда хожу. А у Оксаны Федосенко очень необычное хобби. Она увлекается мифическими существами, загадочными и паранормальными явлениями. Такое увлечение началось у Оксаны с детства, после прочтения Гарри Поттера. А после в доме появилась книга «Монстры привидения НЛО». От этого все и пошло. Девушка собирает информацию, читает книги по этой тематике и даже создала специальную группу в социальных сетях. «Криптозоология, криптиды и мифические существа». А что вы там публикуете? Ну, вот разные статьи про криптидов. Это существа, существования которых официально не доказано. Ну, про полутаргисты и разные истории, про призраков, ну, и про обычных животных публикую. Ну, я рассказы страшные пишу, когда вдохновение есть. Из других страшных историй, беру вдохновение, из городских легенд. Когда мы пришли к ним в гости, ребята немного стеснялись, но приняли нас тепло и дружелюбно. Рассказали о своем клубе. Когда мы спросили, что им больше всего нравится в «Лотосе», они ответили, общение и атмосфера такого пространства, где тебя понимают, принимают и поддерживают. Для Екатерины Неконоровой жизнь – это постоянное движение, саморазвитие, новая деятельность и открытие. Наша героиня не любит сидеть на месте, поэтому даже будучи в декретном отпуске, она пошла получать второе высшее образование. Супруг Екатерины – такой же активный человек. Любовь к детям определила его профессию – учителя по физической культуре. А педагогический стаж его работы – 18 лет. Лучшая мотивация для семьи Неконоровых – задать правильный пример для своих детей. Свой пример, он всегда показателен. То есть, если ты будешь сидеть на месте, ну, соответственно, никакой не будет жизни внутри того общества, где ты находишься. Если ты катализатор, так скажем, да, то, соответственно, люди просто с тобой подтянутся и начнут тоже что-то делать. Наша передача подошла к концу. В следующий раз мы услышим новые истории, познакомимся с новыми героями, новыми лицами, лицами Сарова. До встречи в следующем выпуске на канале 16.